Анатолий Анатольевич Добрянцев Анатолий Анатольевич 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 Анатолий Анатольевич 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 Арктики. А вот как вообще Вы опять же говорили про Совет Федерации Вячеслав Анатольевич Штыров был у нас. Как вообще ведется взаимодействие сегодня с представителями Якутии в Госдуме в Совете Федерации опять же, помимо вот этих эпизодов. Ну конечно, парламент ведет постоянную работу особенно работа очень обстоятельная ведется с нашими сенаторами потому что Совет Федерации это территория регионов и их голос должен быть услышан и правительством Но Вячеслав Анатольевич несколько резонансных выступлений в Совете Федерации сделал по этому вопросу Поэтому, конечно, мы ведем в целом всестороннюю работу не только с нашими сенаторами депутатами, но и мы получаем поддержку со стороны сенаторов с других регионов То есть, работаем мы не только со своими, что называется Но и с другими сенаторами Хорошо И депутатами Государственной Думы Вот, продолжим нашу беседу За время Вашей работы в Госсобрании какие были приняты законопроекты касающиеся конкретно арктических территорий какие из них Вы считаете наиболее необходимыми для жизни людей, живущих там? Ну, вопрос, значит, вот законопроект о завозе товаров и оказании услуг, значит в районах Крайнего Севера Этот закон в первом чтении принят во втором, сейчас, значит, идет обсуждение В целом, конечно, на сегодня то, что мы, бюджет республики оказывает поддержку поддержку арктическим нашим районам она далеко недостаточна мы производим субсидирование по 13 видам, значит, продовольствия и то оно, значит, фактически не хватает очень, значит, транспортные расходы значит, очень большая финансовая нагрузка на транспортные расходы поэтому, конечно, цены на продукты питания на горючие, смазочные материалы на товары производственно-технического назначения народного потребления они, значит, в разы выше чем центральной группе районов ну и, конечно, вот закон о кочевой семье в прошлом году принят это социальный институт, значит, для дальнейшей поддержки развития оленеводства потому что мы в оленеводстве потеряли семью семью и кочует в основном, значит, мужское население это, значит, и, конечно, процесс становления семьи деградация семьи происходит, значит, мужчины в отрыве от семьи значит, поэтому, конечно, исходя из сложного положения в бюджете всего 3 миллиона предусмотрено потребовалось где-то 60 миллионов рублей чтобы поддержать семьи, кочующие по территории, значит, нашей тундры вместе с оленеводами это очень важный момент, потому что оленеводство это этнообразующая отрасль я вот избран в марте, значит, президентом Национального союза оленеводов России этот вопрос ставим на федеральном уровне через Министерство сельского хозяйства Российской Федерации наши, значит, предложения нашли поддержку значит, мы провели рабочее совещание в Российской Академии Наук под председательством вице-президента Российской Академии Ирины Михайловны Донник и они поддержали, чтобы вернуть, значит, в Арктические институты научно-исследовательскую работу, значит, по развитию северного домашнего оленеводства которое убрали с начала 90-х годов поэтому, конечно, оленеводство та отрасль, которая должна, значит, сохранять, сементировать развитие наших, значит, коренных малочисленных народов развитие языка, развитие уникальной культуры наших народов и, конечно, закон об арктической зоне Российской Федерации должен учитывать все это, значит, развитие основной традиционной отрасли развития оленеводства в целом, значит, комплексное развитие территории где проживают коренные малочисленные народы И вот, Анатолий Анатольевич, последний вопрос, буквально у нас минутка с небольшим остается На встречах с населением, что, в первую очередь, вас спрашивают избиратели и какие проблемы больше всего их волнуют? Ну, конечно, избирателей очень много вопросов волнует Начиная от дальнейшего развития, хотя наша республика делает очень многое Четыре года назад год был объявлен годом Арктики И он дал старт, значит, для дальнейшего развития арктических территорий Но все равно нехватка вот средств в бюджете республики Оно дает о себе все равно знать Некоторое строительство некоторых объектов отложено, значит, на поздний период Ну и, конечно, прежде всего, дороговизна цен Это очень дорогие авиабилеты, значит, чтобы До Черского, например, 30 тысяч рублей Это туда и обратно 60 тысяч Попасть, чтобы в Андрюшкино, значит, плюс еще Немалые 10 И люди, конечно, годами, можно сказать, могут не выехать Вот центр республики даже в город Якутск По медицине, по сохранению наших, значит, больничных учреждений есть Проблемы, конечно, по сохранению, значит, наших школ, детских учреждений Потому что мы не входим в федеральные нормативы Вот эти вопросы, конечно, комплексные К сожалению, время наше подходит к концу И очень интересная беседа Но, я думаю, проблем много, но однажды не решаться У нас в гостях был первый за 10 лет Взять для гостей собрания УТМН Анатолий Анатольевич Добрянцев До встречи Субтитры создавал DimaTorzok